Привет, народ! Сейчас бегала за картошкой, ну и, соответственно, еще пошла тоже в фикс прайс. На самом деле, соблазнилась, вроде как сейчас какая-то акция, покупаешь на 300 рублей, тебе дают чек с рекламкой, с которой ты идешь в Sunlight и получаешь подарок. Я купила всего-всего на 400, на самом деле я и так собирала все это. Это купить без подарка, но подарок мне не дали. В принципе, я не обиделась, потому что я бы все равно это купила. Вот, и, в общем, в одном из обзоров, тоже у девочек увидела, сейчас идет какая-то акция итальянской тематики, что-то такое. Там, знаете, оливки, подсолнечное масло, хлеб, сыр, что-то такое. Но я вот взяла только одну вещь, остальное больше ничего не нашла, но нашла, но там как бы не приглянулась мне. В общем, хотела в этой же тематике итальянской взять вот такие вот подставки под горячее, но они оказались квадратного размера, а эти вот прямоугольные. А квадратные, мне как-то показалось, это не очень удобно, мы как-то привыкли. Помните, раньше еще коврики тоже такие были гибкие, они скручивались в Ашане, продавались, вот, тоже с разными рисунками, они прямоугольные, и как-то это удобнее. То есть тарелка, приборы, там, стаканчик поставила, как-то, мне кажется, это гораздо удобнее. Вот, ну, насчет горячего, я вот взяла две штуки, вот, с такими котятками и с такими котятками. Вот, насчет того, чтобы ставить на эту сковородку, я не знаю, потому что это бумага, МДФ и сверху пленка с рисунком. Ну, например, тарелку поставить, я думаю, можно будет, то есть без проблем, и она не должна повредить и как-то деформировать эту поверхность. Так, следующее, что из фикс прайса. Собственно, вот, в итальянской тематике я взяла блокнот для холодильника, то есть это очень, мне кажется, удобно записывать. Если что-то захотелось купить, вот, просто записываешь там, ну, молоко, сметану, то да сё. Кстати, забыла сметану купить. Ну, ладно, маме надо позвонить, сказать, чтобы она взяла. Вот, в общем, мне кажется, вот это удобная штука. И тут достаточно много их, то есть на год вполне хватит, а может даже и больше. Ещё и ручечка в подарок. Вот. Ещё из фикса взяла вот такой набор отверточек маленьких. Сейчас поближе покажу. Ну, у меня был набор в коробочке, но некоторые насадки, вот, которые, в частности, вот, крестовые, они стёрлись. Так что они винтики даже не захватывают. Поэтому я взяла, по большей части, вот именно из-за этих маленьких насадок. Мне надо разобрать свой компьютер. Вот. Это из фикс прайса. Ещё из фикс прайса я взяла на пробу, долго стояла, выбирала, вот такую вот мицеллярную воду. Видно, не видно. Должно быть. Почему-то она отражается. Вот. Вот такая вот, не знаю, я там много выбирала разных, стояла, смотрела. Ну, вот это мне больше всего понравилось. И здесь всё на русском языке, в том числе состав на русском языке. Вот тут вот можете увидеть, что в состав входит вода, в первую очередь. Ну, и потом какие-то, в общем-то, полоксомер, изопентиолдиол, ну, и так далее. То есть, тут очень заковерчатые слова химические. Вот. В общем, вот такую штучку. Попробую. Я такой никогда не пробовала, не пользовалась. У нас есть просто тоник, такой тоник-лосьон для снятия макияжа. Но мне не для снятия макияжа, а просто вот иногда вечером приходишь с улицы, весь потный, такое ощущение, что вот поры прямо вот этой грязью, выхлопными газами так забились, что вот берёшь этот тоник, тампон смачиваешь и лицо протираешь, и оно просто грязное, реально грязное. Так. Ещё из несъедобного. Сейчас, момент. Из несъедобного взяла ещё одну вот такую вот корзинку вязаную голубую. В общем, я поняла, что на кухню она не покатит, вот. Так как у нас ванная такого же цвета, голубого, и под раковиной тумба, под тумбой где-то, ну, сантиметров 10 пустого. То есть там собирается грязь, всякий мусор, пыль, лишний раз мыть надо. Вот я подумала, что две коробочки туда идеально встанут. И как раз в одну я положу всякие Алискины принадлежности, а в другую я хочу положить всякие губки, какие-то тряпочки, которыми я, ну, вот, пользуюсь, как бы, как сказать, в тот момент, когда я убираюсь. То есть новые какие-то нераспакованные губки, они пусть лежат в шкафу, а вот те, которыми я, как бы, убираюсь, пользуюсь, я вот их буду сюда складывать в одну коробочку. И удобно будет просто выдвинуть из-под этой тумбочки и задвинуть. И, как бы, всё удобно влезает туда. Вот, теперь из еды. В фикс прайсе я взяла вот такой шоколад и вот такой шоколад. Ну, что-то захотелось мне, короче, шоколада. Сливочный и молочный. Попробую, в чём разница. Стоил он мне 25 рублей каждый. Для победы, если это действительно победа и никакая не подделка, это достаточно дёшево. В принципе, тут описание всё как у победы. Не думаю, что это подделка. Также в фиксе взяла вот такой воздушный рис. Ну, просто помню из детства вкус и как-то решила взять. Я его очень любила. Взяла три штучки. Один пакетик 10 рублей. Вот тут у нас риска пришла полюбопытничать. Вот, потом я уже, когда выходила, мне надо было взять картошку сырую. Я зашла в, как это у нас называется, магнит. Взяла вот такие венские вафли. 30 рублей. Ну, там, с копейками. И потом увидела ещё вот такие за 20. По размеру, весу и количеству всё то же самое. Но стоят на 10 рублей дешевле. Единственное, что они земляничные. А я не очень люблю с вареньем, со всяким. И ещё взяла мои любимые сырки. Тоже три штучки. Дмитровские. С изюмом. Просто очень люблю их. Они, как бы, мне больше всего нравятся. Самые вкусные, самые лучшие. Ну, и если вот магнит интересно, вот у меня вышло это всё. Вот так вот. Ещё там картофель был. Вот 600, почти 700 грамм картофель. Ну, и пакет взяла просто потому, что я не покупала пакет в фикс-прессе за 6 рублей. Купила его здесь за 2 рубля. Ну, вот так вот. Вот такие цены. Ну, в фикс-прессе вы, я думаю, знаете. То есть у меня это вышло всё на 380 рублей. Ровно. Вот. Такие покупки. Надеюсь, что мне спонтанно опять не придётся идти в магазин. Но сметану я всё-таки забыла купить. Ну, ладно. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Всех люблю. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok